Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А что вот... Тем более, когда еще и сталкеры рассказывают, что это уже другая цивилизация. Это началось не вчера. Таинственные явления здесь видели с древности. Но лишь в 1984 году ими заинтересовалась наука. Аномальная зона близ деревни Малебка была открыта пермским исследователем Эмилем Бачурином. Возвращаясь с охоты, он заметил странное синее свечение над лесом. По форме оно напоминало летающую тарелку. Добравшись до того места, ученый обнаружил на траве огромный круг диаметром около 80 метров. О своем открытии Бачурин сообщил своим коллегам из Горьковской комиссии по аномальным явлениям. Всего лишь за несколько дней физик насмотрелся в этих местах такого, что хватило бы на психбольницу. Но ученые ему поверили. Ходили мы тут с ним по лесу, рассказывал тоже интересные вещи, как он и с невидимкой тут общался, и черный человек к нему приходил. Спустя год в Малебку отправилась первая научная экспедиция. Вооружившись аппаратурой, исследователи изучили несколько квадратных километров Пермской тайги. И с пустыми руками не ушли. В результате им удалось обнаружить еще несколько мест, предполагаемых посадок НЛО. Местные жители подтвердили, что постоянно наблюдают над лесом светящиеся шары и необычные объекты. Затем в 1989 году пермские исследователи организовали новую экспедицию. Это меня пригласили пермские уфологи в одну аномальную зону под Пермь, которая по названию статьи моей, сейчас все ее знают, как «Эмский треугольник». Там приходилось наблюдать тоже неопознанно летающие объекты, но не материальной формы, а энергетической. Посмотрите, на этих фотографиях и засняты те самые необычные энергетические объекты. На снимках отобразились огромные полупрозрачные шары и объекты по форме, напоминающие гантели. У исследователей Малюбки в архиве скопилось несколько сотен таких фотографий. Но что же это такое? Ученые уверенно заявили – не брак и не блики. Версии объяснения этого необычного явления несколько. Одни полагают, что шары – это беспилотные НЛО с особой маскировкой, делающих их невидимыми. Вот все говорят, что летящие какие-то шары. Где вот летящие шары? То есть днем их не видно, ночью их было видно. Многие снимали на фотоаппараты, многие снимали просто на телефоны. Но тоже что там происходит? То есть вот есть какие-то такие моменты. Другие исследователи уверены в земной природе этих объектов. Предположительно, это что-то типа шаровых молний. Но эти сферы не имеют высоковольтного заряда. И самая невероятная гипотеза предполагает, что в аномальной зоне обитают некие разумные энергетические существа. Потому что исследователи отмечают, что эти объекты проявляют осознанное поведение. Светящиеся шары, которые несколько себя даже разумно вели, потому что люди к ним приближаются, они уходят. Люди, так сказать, уходят, а они как бы за ними двигаются. За годы из... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фотоохотой на таинственные явления, происходящие здесь. Оказалось, на пленке какие-то непонятные вещи, которые все окружающие смотрели, сказали, что да, это вот, вот это НЛО, там шары, здесь, значит, какие-то другие объекты. Назвали их просто объектами, и все. Каждый год Олег приезжает сюда с новой аппаратурой, пытаясь выяснить природу этих объектов. Он привозит разные типы фотоаппарата, использует различные фотопленки, пытаясь снимать и в инфракрасном, и в ультрафиолетовом спектре. Ну, по моему зрению, вот даже я иногда чувствовал, что вот какое-то присутствие есть, оно как бы ощущается, а видеть его глазами невозможно. Вот это вот то самое как раз и есть, что эти объекты, видимо, скорее всего, существуют, скорее всего, нематериальные. После нескольких лет исследований ученый пришел к выводу, что летающие тут объекты, чем и кем бы они ни были, пытаются установить контакт с посетителями Пермского треугольника. Я думаю, что они сами нас привлекают к тому, чтобы мы за ними наблюдали. Другого объяснения я найти не могу. Я полагаю, что это объекты, которые принимают какую-то форму. Но самое поразительное, что к аналогичным выводам независимо пришел и другой исследователь. Итальянский ученый Лучиано Баконе сделал невероятное открытие энергетических форм жизни, которые он назвал критерами. Лаборатория Баконе располагалась на вершине холма в районе итальянского города Оренцана. В ней было установлено множество чувствительных приборов. При аномальных и необъяснимых отклонениях в показаниях любого из них производилась фотосъемка. Баконе использовал особую фотопленку, которая позволяла фиксировать невидимую часть спектра. Огромное количество пересмайлов этих фотографий, сотни всевозможных объектов, плазмоидов, которые выглядят, ну, как какие-то энергетические сущности. Трудно сказать, он разные способы и фото, и видеосъемки использовал, и инфракрасные, и всевозможные. Снимки луча на Баконе в точности совпадают с теми, которые получают... ...плазмоиды. Здесь присутствуют какие-то геофизические процессы, которые мы еще не до конца понимаем. Кто и зачем охраняет аномальную зону? Он, как-то, сел на корточке и дружащими губами мне сказал, смотри, стоит кто-то стоит. По мнению итальянского физика Баконе, плазмоиды являются энергетическими живыми существами. Они существуют за гранью трехмерной реальности, а поэтому невидимы. Но при определенных условиях их можно разглядеть. Такие организмы обладают способностью изменять свой размер, структуру, цвет. Они, поскольку они пульсируют, и этот импульс, которым они пульсируют, настолько коротенький, что мы его глазами не замечаем, потому что он кратковременный, он не 25 герц, он, допустим, один раз в долю секунды появляется, потом он исчезает, появляется в другом месте и снова исчезает. Бакона уверен, что открытые им энергетические формы жизни являются древнейшими существами нашей планеты. Вот что он писал об этом. Блязгломен думает, что эти объекты – живые существа. Связанные с ними феномены невидимы, но зафиксированные на фотопленке не относятся к нашей трехмерной реальности, типичной для частотной полосы видимого спектра. Это, скорее всего, биофизические проявления чуждой нам формы жизни. При этом некоторые твари – живые и, возможно, высоко разумные существа, которые периодически вмешиваются в жизнь людей. Ну, глаз человека, он несовершенен, а камера все-таки обладает более развернутым спектром. И поэтому в некоторых спектрах удается запечатлеть эти объекты. И это не какие-то фантазии любителей таинственных и заброшенных мест. Американские физики Файнберг и Шапира создали классификацию возможных форм жизни, существующей в космосе и на других планетах. И на первом месте в этом списке стоят именно плазмоиды – разумные энергетические шары. По мнению ученых, такие существа образованы за счет магнитных сил, связанных с группами подвижных электрических зарядов. Также они предполагают наличие еще четырех экзотических форм жизни, отличных от привычной нам белковой формы. Амебообразные формы, плавающие в жидком метане. Термофаги – вид космической жизни, использующий энергию из разницы температур в атмосфере или океанах планеты. Зона, аномальная ли это место? Все-таки тут неизвестная геофизическая нам природа, и человеческих факторов, домыслов. Я считаю, вот лично мое мнение, что все вместе. То есть и здесь присутствуют какие-то геофизические процессы, которые мы еще не до конца понимаем, еще не изучили. Однако в Малепке наблюдают и более экзотические объекты. Посмотрите на эти кадры, сделанные исследователями аномальной зоны. Эти прозрачные существа получили во всем мире название «скайфиш». Вполне возможно, что они являются одной из разновидностей энергетических существ, которые фотографируют Лучиана Баконе и Олег Тихонов. Впервые о них упоминали в 1994 году. Режиссер Хосе Искамильо проводил видеосъемку в штате Нью-Мексико. Когда он проявил пленку, то обнаружил странные объекты, которые сначала принял за НЛО. Но затем режиссер решил, что в кадр попали существа, которые двигались по воздуху с огромной скоростью. Форма была червя с крылышками, с такими продольными, я даже не знаю, как это объяснить. То есть по всей длине тела шло типа крыла какого-то, с помощью которого, как предполагалось, оно и летает, это существо. Самый известный скайфишер – крестьянин из Японии Годзо Этикава. Ловить скайфиши Этикава научился еще в детстве. Приманка – растопленная в воде смола, содержащая кусочки сушеного тунца. Впрочем, в неволе скайфиши не живут, быстро погибая и разлагаясь. Вылавливал в банку, но они очень долго не жили. Они жили там несколько минут буквально, и потом просто в мокрое пятно превращались. Однако не все исследователи поддерживают версию энергетической природы НЛО. Житель соседнего поселка Шаля Владислав Луканин уверен, что в Пермском треугольнике летают настоящие инопланетные корабли. Он считает, что через аномальную зону его поселок проходит трасса пролета летающих тарелок. В качестве доказательства он приводит вот эту видеозапись необычного объекта. Смотрю, что действительно какое-то материальное тело висит, напоминающее классическую, в общем, такую довольно-таки классическую тарелку. Но это я уже увидел потом в объективе. Он вырубился, меняли батарейки, он включался тут же. Ну, то есть он просто не работал. После того, как мы вышли из зоны в деревне Малевка, второй отключился и больше никогда не ломался. Трассительный анализ видео. Ну, японцы у них, оборудование компьютерное, слава богу, всегда было. Проявили тщательный анализ, экспертизу признали годным, ну, подлинным. Общаясь с местными жителями, Владислав выяснил, что в Шале и ранее происходили наблюдения подобных объектов. Но самая необычная история произошла летом 1980 года. Шалинцы уверены, что в их поселке потерпел катастрофу самый настоящий НЛО. Он слышал свист, доносящийся сверху, поднял голову и увидел, как стремительно падает какое-то темное тело. Когда оно упало в пруд, брызги во все стороны, пар. И на продолжительное довольно-таки время вся пойма пруда была заполнена. На метеориты не похожи, потому что тело было тёмного цвета. Одно, что горячее, это дело десятое. То, что оно было тёмное и не светилось, это не говорит в пользу того, что... Темнота размылась, значит, и с реки набежал туман. Значит, я пошёл заменить аккумуляторы к батарейке, и мой напарник, Виноградов Михаил Николаевич, живёт в Уфе. А он вдруг присёл на корточке и дрожащими губами мне сказал, смотри, стоит кто-то стоит. В центре сумеречной поляны стояла чёрная фигура. Высотой она была примерно два с половиной метра. На призрака пришелец не походил. Имел плотное тело и, как потом выяснилось, даже оставил следы. Сначала было чисто любопытство, потом накатил такой дикий страх, что хотелось просто встать на четвереньке и закопаться в землю. Я, сокращая шаги, стал приближаться к нему. Дошёл до метров шести. Ну, вот просто чёрное тело. Вот я... Ну, взгляд, не взгляд. Нельзя назвать, что это взгляд был. Это было, скажем так, внимание. Причём голое, совершенно чистое, без всяких эмоций внимания. Вот. И жуткий совершенно страх. Сергей Курапов машинально шёл к чёрному человеку. С каждым шагом его ужас усиливался. Учёный никогда не испытывал подобных чувств. На беду пришелец стоял на пути к лагерю. Сергей решил обойти таинственную фигуру. Очухал себя только тогда, когда метров пятьдесят прошёл, и уперся в лес. Разворачиваюсь, значит, его нет. Вот Виноградов, который стоял в этот момент и наблюдал это явление, всё. Он говорил, что как только я стал его обходить, он развернулся, сделал два шага и исчез в лесу. Что это было, я не могу сказать. Инопланетянин или не инопланетянин. Его включил. Узкий вот такой вот светящийся столб, но бы поднялся с того места. И отчего человек может исчезнуть на глазах. Такое ощущение возникает, как будто я в вакууме нахожусь. Результат этого эксперимента оказался совершенно неожиданным. В 2005 год мы стояли на центральной поляне. Сергей Аркадьевич Курапов притащил сюда прототип своей торсионной пушки. Маленькое устройство, абсолютно с размером с ладонь. Мы привезли сюда генератор, привезли длинный провод. Сергей Аркадьевич тогда ещё днём походил с этой самой галокационной рамкой. Ходил, 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 искал и говорит, так, ребята, оно место вот здесь. Все, кто не участвовал в запуске генератора, попросили отойти на безопасное расстояние. У прибора остались только трое учёных. Погода в этот день была пасмурной и начал морозить мелкий дождь. Но эксперимент решили продолжать, несмотря на погоду. В итоге с НЛО связаться так и не получилось. Но учёные зато получили не менее невероятный эффект. Только он его включил, узкий вот такой вот светящийся столб к небу поднялся с того места. У них наверху разогнало облака, и, соответственно, кончился дождь. То есть они светового столба не видели, они говорят, да, действительно, дождя не было, и как бы звёзды. А мы вот метров 200 стоим, нам это вот прекрасно всё видно. У Пермской аномальной зоны существует зарубежный аналог, расположенный в Норвегии. Долина Хездален, которая находится примерно в 120 километрах от города Тронхей. Протяжённость этой долины не более 15 километров в длину и 5 километров в ширину. Старейшие жители этих мест припоминают, что таинственные явления в небе над Хездаленом были замечены ещё до Второй мировой войны. Но не особенно часто. А вот с 1981 года огни в Хездалене стали наблюдаться гораздо чаще. Эту зону серьёзно начали изучать. То есть туда отправили несколько физиков известных, достаточно шведских. И большая группа наблюдателей была, которая смотрела вообще, что там происходит. И они много чего там сняли. Загадочные светящиеся объекты могли появиться каждый раз в различных местах. Над крышами домов, высоко в небе. Наиболее часто такие явления наблюдались зимой в тёмное время суток. Иногда несколько раз за ночь. Летом эти огни появлялись крайне рядко. А зимой таинственные светящиеся шары либо неподвижно висели в небе над долиной, либо медленно перемещались по небу. А бывало, что они проносились на долине Хездален с безумной скоростью. Учёные с помощью радара однажды зафиксировали отметку 8,5 тысяч метров в секунду. Загадочными огнями долины Хездален заинтересовались учёные из Швеции и Норвегии. Вскоре в эту местность была организована экспедиция, которая решила разгадать природу данного феномена. Они там несколько месяцев провели в этой зоне и ставили камеры, сейсмографы, ну, кучу всяких приборов, которые фиксировали всевозможные аномальные какие-то события. И там много очень электромагнитного излучения было, которое удалось заснять, а также много очень видеозаписей, фотографий, сняли огромное количество всевозможных объектов. В настоящее время аномальную зону Хездален точно так же, как и Малёпку, посещает множество туристов. Они надеются лично увидеть НЛО и вступить в контакт с представителями внеземного разума. Однако в Пермском треугольнике происходят еще более странные, загадочные события. Одно из таких явлений получило у исследователей зоны название «замороженное эхо» или «звуковой хрономираж». Если по-простому, то есть событие давно-давно прошло, звук от него появляется сейчас. То есть уши твои слышат какое-то действие, а глаза твои говорят, что, извините, тут ничего нет. Михаил, кто ко мне приближается, мимо меня и ушел вниз, вверх по течению по реке Посылы, к остальным стоянкам. Интересно. Но я знал, где я нахожусь, я особо удивляться-то не стал. К остерку подошел, ребята, ночью я ушел вот так и так. В вездеход-невидимку поверили не все. Поэтому решили сообща сходить до лагеря Валера Якимова. Сталкер сидел возле палатки и готовил еду. Вездеход стоял рядом. Валера удивился, выслушав рассказ Михаила. Весь вечер он никуда не ездил. Потрогали двигатель вездехода. Холодный. Однако через год Михаил снова столкнулся с замороженным эхом во время зимней экспедиции. Слышат девичьи голоса. Голову подняли, снежная пелена, никого нету. Начинаем слушать. Слышь, что они в бадминтон играют. Зима. Ни души, никого. И голос из пространства. Пошли купаться. Пойдем. Погоди, в палатку схожу, купалин переодену. Исследователи пока не могут объяснить, чем именно вызваны подобные аномалии. Но некоторые из них предполагают, что в Малепке может находиться зона искривления пространственно-временного континуума. Проще говоря, портал, позволяющий проникать в параллельные меры. Еще один необычный случай произошел с Владиславом Луканином в Пермском треугольнике. Он уверен, что ощутил на себе воздействие зоны, попав в пространственную аномалию. В числе других исследователей он проводил замеры магнитных полей в отдаленных участках зоны. Под вечер группа направилась обратно в палаточный лагерь. Мы возвращались в базовый лагерь. Я впереди всех шел с камерой, разглядывал окрестности. У меня было хорошее состояние духа. В общем, на подъеме весь такой был. Хорошее настроение, хорошее самочувствие. Группа шла цепочкой друг за другом по лесной тропинке. По правилам безопасности никто не должен был отходить в сторону и обязан все время находиться на виду у своих товарищей. Все участники экспедиции знали эти требования и всегда соблюдали. Иду, иду, и в какой-то момент я понял, что иду совершенно один по тропинке. Ни впереди, ни сзади, никого ни по бокам, ни справа, ни влево, никого нет. Такое ощущение возникло, как будто я в вакууме нахожусь, как будто под колпаком каким-то, как в старых публикациях писали. Владислав вспоминает, что в этот момент у него появилось чувство апатии и страха. Он присел на траву, тут же на тропинке и попытался понять, что с ним происходит. Неожиданно впереди себя он услышал голоса. Каким-то непонятным образом он оказался позади группы, хотя еще минуту назад шел первым. И когда мы пришли уже в базовый лагерь, у нас привычка была сверять часы перед тем, как что-то предпринимать. Когда сверили часы мои с Николаем, то мои отстали на 14 минут. Как это объяснить, я не знаю. Понятия не имею вообще. Исследователь аномальной зоны Валерий Якимов тоже придерживается версии, что в Малепке могут соприкасаться параллельные миры. Именно этим он объясняет множество необычных явлений, происходящих тот. Долгие годы он продолжает искать проход в этот мир, в котором ему уже удалось побывать в детстве. Он называет его фантомной деревней, периодически появляющейся вблизи Малепки. В 80-й год, значит, конец июня. Мы вот с деревенским приятелем поплыли на рыбалку, на лодке. За несколько часов течение реки унесло их довольно далеко от дома. Пристав к берегу, они решили по старой дороге дойти до деревни Каменка, а оттуда уже на попутке вернуться в Малепку. В этих местах более сотни лет назад располагалось несколько небольших деревень. До наших дней они не сохранились. Остались лишь старые просеки, которые раньше вели к ним. В одно из таких просек и пошли ребята, решив сократить путь. Через пару часов они поняли, что сбились дороги, свернув на просеку, по которой раньше не ходили. Она вывела их в необычное место. И вот мы шли-шли, буквально проходим метров, может, сто по этому райскому месту и выходим на круглую полянку, и там стоят вот эти три дома. Путешественники удивились, зная, что в этих местах других поселений быть не может. Решили зайти и посмотреть, кто обосновался среди таежной глуши. Деревня выглядела пустой, но жилой. Словно жители всего лишь ушли на работу несколько часов назад. В одном из домов печка была даже теплой. На столе стояла вареная картошка, которой и перекусили друзья. Мы, значит, его наелись, и все, и такая, просто хочется спать, такой вот, все, сон, сон, сон. И мы легли прямо на дорожке, узенькая какая-то. Года я у этой березы попросил еще детей, и через год мы еще родили сыну. И кто обустроил на Земле перекресток миров? Я допускаю, что на Земле существуют еще какие-то цивилизации, ну, назовем их так, которые просто не четырехмерные, а, скажем, пятимерные. Разбудил Валерия Якимова звук грузовика. На улице стоял ЗИЛ-131 с Кунгом, в котором сидели люди. Оказалось, машина с рабочими возвращалась из близлежащей деревни. Но внезапно водитель понял, что едет по старой заросшей дороге. Как он потом вспоминал, словно туман опустился на дорогу, а когда он рассеялся, машина уже ехала по совершенно незнакомым местам. Ребята забрались в Кунг, и машина наугад поехала по старой просеке. Через пару километров среди леса показался просвет. И неожиданно машина выехала на дорогу буквально в пяти километрах от малетки. Необычное явление – это то, что мы попали в другое время, где была еще эта деревня. Потому что те, кто даже давно живут, лесники, дедушки, я спрашивал, не было там никакой деревни. Потому что там давно уже вот этот вот бурел. Такой интересный момент. Кроме того, что они обладают взаимодействием с нашим сознанием, то есть, как бы говоря, помогают нам их себя обнаружить. Некоторые аномалии в малепской зоне получили имена за свои полезные свойства. До тех пор, пока в деревне не поставили сотовую вышку, связи в аномальной зоне не было. Именно в то время исследователи случайно обнаружили странный феномен, который окрестили аномалия «телефонная будка». Небольшой пятачок земли размером метр на метр нашел один из участников экспедиции. В кармане у него звекнул сотовый телефон, приняв СМС-ку. Смотрим. Да, действительно, связь есть. Чем объяснить? Непонятно. Шаг в сторону нету. Встаешь на одно место. Звонил. Работает. На другом континенте, в американском штате Аризона, расположена еще одна аномальная зона, которую называют Сидоной. Явление, которое там происходит, настолько похоже на аномалии в малепке, что российские исследователи даже предлагают сделать их побратимами. По словам американского исследователя Гарри Харта, частота наблюдений НЛО в этой местности столь высока, что каждый второй житель Сидоны может рассказать о своем опыте наблюдения летающей тарелки. Американский исследователь привел определение аномальных зон, то есть как одну аномальную зону можно отличить от неаномальной. То есть там есть цикл определенных событий, после которых можно причислить данную зону. Пока что на Земле существуют еще какие-то цивилизации, ну назовем их так, которые просто не четырехмерные, а, скажем, пятимерные. Но для существа пятимерного оно нас видеть может, ну видеть там, я не знаю, как-то вот своими органами чувств определять может, а мы-то нет. Харт смог точно определить местоположение основной аномалии, находящейся в десяти милях от города. Наблюдать явления, происходящие там, было чрезвычайно интересно. Но самое поразительное, что удалось выяснить американскому исследователю, что существуют особые двери между измерениями, которые открывались в определенное время. Как правило, вблизи центра портала наблюдается повышенная напряженность магнитного поля, что может быть зарегистрировано даже с помощью простого компаса. Очень часто перед открытием портала в воздухе быстро формируются необычные туманы. В процессе наблюдений Харту удалось отснять множество документальных кадров, в том числе и на видеокамеру. Откуда появился этот неопознанный летающий объект? Из космоса, из параллельного мира, из другого измерения, из другого времени, я не знаю. Это можно узнать только у них. Но нет приборов, которые бы могли дистанционно сказать, так, вот это вот из космоса, это вот из параллельного мира. Гарри Харт предполагает, что открытый портал чаще всего невидим. Но в месте, где он находится, можно наблюдать искажения или мерцания воздуха. Харт проводил в своей аномальной зоне опыты с компасом. И выяснилась невероятная вещь. Когда портал открыт, стрелка показывает точно на него. Не на север, а на портал. Таким образом делает вывод американский исследователь, и в других регионах мира можно легко находить открытые порталы по более высокому электромагнитному уровню, превышающему обычный фон. В переписке с российскими исследователями он даже предлагал провести такой эксперимент между Сидоной и Малепкой. Официально принято говорить, что мы живем в трехмерном пространстве. Но это уже само по себе как бы не очень корректно, потому что мы-то живем в четырехмерном пространстве. И время – это тоже единица измерения. Продолжая свои исследования в Сидоне, Гарри Харт собрал множество свидетельств очевидца. Все они столкнулись в окрестностях города с аномальными явлениями, необъяснимыми с научной точки зрения. Так владелец ранчо сообщил Харту, что в течение нескольких ночей наблюдал яркие светящиеся шары и оранжевый туннель в воздухе, появившийся как бы ниоткуда. Другой свидетель сумел сфотографировать прозрачные туманные шары, которые в большом количестве наблюдаются на местном кладбище. Еще один наблюдатель сфотографировал розовый призрак, вылетающий в окно. Происходят какие-то там дрожжи земли, типа как землетрясения, но зона совершенно не вулканическая, никаких там землетрясений не происходит. Какие-то слышат электрические щелчки, появляются какие-то непонятные сущности. Животные люди чувствуют там страх или беспричинное какое-то волнение. Каждый год в Седону приезжают 4 миллиона туристов, которые свято верят в то, что здесь они окунаются в вихревые потоки целительной энергии. Местные жители говорят, что в их районе существует три вихревых потока, которые позволяют приезжающим общаться с призраками, душами умерших родственников или дают возможность узнать о своих прежних жизнях. Когда идет несовпадение по частотам, но тем не менее соприкосновения какие-то происходят. Я думаю, что и для тех существ это тоже не очень приятно. Поэтому, как правило, они стараются это избегать. Пермский треугольник в России часто сравнивают с зоной из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Но главное сходство не в том, что в зоне могут проявляться аномалии, созданные иными цивилизациями. В Малепке существует свой золотой шар – особый артефакт, исполняющий желания. И называется он столь же незатейливо – дерево желаний. Путь к нему знают лишь опытные исследователи, точь-в-точь, как в повести Стругацких. У меня очень впечатлило воздействие на мое мировоззрение березы желаний. Когда нам показали эту березу, сказали, что вы можете подойти к этой березе, обнять ее. Это известный факт, что деревья могут отнимать ей энергию, давать энергию. Вы можете попросить у нее хоть что-то. Вот только сбываются ли все желания, проверить сложно. Никто не ведет статистику сокровенных мыслей, с которыми люди идут к этому дереву. И не каждый после захочет признаться в том, сбылись ли его сокровенные мечты. У нас были сомнения, можем ли мы с женой иметь детей. Я, ничтоже сумнящийся, попросил, давай сразу двоих. Через год мы уже были беременны двойней. Через три года я у этой березы попросил еще детей, и через год мы еще родили сына. Многие исследователи Малебки отмечают странный феномен. Посетив это место хотя бы один раз, у любого возникает странное чувство, которое получило название «Зов зоны». Люди приезжают сюда из разных уголков страны и мира, чтобы провести тут несколько недель или даже месяцев. Вот эта энергетика, она не то что не отпускает, она вот эти положительные эмоции дает. У каждого они свои. То есть мне она дает вот эти вот эмоции, я хочу вернуться. А что если аномальные зоны – это действительно места соприкосновения нашего и потустороннего миров? Быть может, мы наивно полагаем, что приезжаем в такие места, чтобы изучать их? Но ведь все может оказаться совершенно наоборот. Что если они изучают нас? Вдруг аномальные зоны – это своеобразные космические школы, в которых нас готовят для будущего контакта с иным разумом, который может состояться уже завтра. Вот однажды космонавт Георгий Гречко рассказывал мне о том, как много лет назад он, будучи молодым ученым, был отправлен Сергеем Королевым в составе научной экспедиции изучать Тунгусский метеорит. Так вот, когда экспедиция вернулась, первым... Субтитры создавал DimaTorzok